Вот мы быстро прошли такую вводную часть, которую бы мне очень хотелось, чтобы ты для себя отметил. Все, что ты видишь, это твоя интерпретация и то, что ты будешь сейчас воспринимать информацию, пойми, что ты воспринимаешь ее через свою интерпретацию. А самое главное, ты себе ответил на вопрос, зачем ты здесь. Мы переходим ко второй части, как с настроением. Один, давайте поставим циферку один, что у вас все хорошо. И циферку два, что давайте уже останавливать и заканчивать наш вебинар. Один, 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 все хорошо, прекрасно, вижу. Отлично, спасибо, друзья. Окей, итак, цифра два. Мы поехали. Что сегодня мы будем делать? Мы пройдем шесть основных пунктов. Мы разные и мы живем в изменчивом мире, мы сейчас это поняли, так как у нас разные интерпретации. Я, моя жизнь, мои цели, вернее по-другому скажи, ты, твоя жизнь и твои цели, твоя внутренняя опора, твои ценности как фундамент внутренней опоры, твое саморазвитие как основа твоей жизни и результаты твоего саморазвития. Итак, первое. Мы живем в разные, мы люди, мы абсолютно по-разному смотрим на этот мир. Мы воспринимаем мир по-разному, мы слышим друг друга по-разному. Единственный способ услышать друг друга – это говорить. Текст, который ты будешь читать по-разному. Иногда удивительная вещь. Ты смотришь на СМС, читаешь ее и думаешь, ничего себе, класс, а на самом деле там человек думал по-другому. Или наоборот, ты переживаешь, ты расстроен от того, что в тексте одна эмоция. Почему? Потому что есть контекст, восприятие того человека. Помнишь предыдущий момент? Так вот, ты интерпретируешь любое сообщение, любой текст, исходя из того, в каком формате ты воспринимаешь его в жизни. Ты слышишь слова по-разному. Даже если человек будет говорить тебе что-то одно, два разных человека, говорящих одно, будут говорить тебе другое, и ты будешь воспринимать их по-разному. Мы действительно все разные, потому что нет такого второго человека, который бы воспитывался в тех условиях, жил бы с той семьей, воспринимал ценности этой семьи, получил определенное образование, воспринимал и был успешным в тех или иных предметах. Мы разные. Есть женщины и мужчины. Женщины и мужчины – это с разных планет. Мужчины – с Марса, женщины – с Венера. Зачастую наши отношения вступают в конфликт, но лишь только по одной простой причине, что мы не можем услышать и понять друг друга. У нас разные обязанности, и обязанности тоже воспринимаем мы по-разному. Вот интересно, обязанности я ощущаю, как нечто возложено, на меня. Но если я бы говорил о слове «ответственность» – это то, что хочу взять на себя я. Видите, какая интересная вещь? Мой мозг и твой мозг мыслят по-разному. Я не могу достать все, что есть у меня, и переложить в твой. Точно так же, как и ты не можешь поделиться с кем-то другим. Нам приходится трансформировать свои мысли, как говорится, есть кодировать. Кодировать свои мысли в речь, говорить. Другой человек слышит, раскодирует и понимает. Так вот, зачастую мы думаем, что общение наше заканчивается тогда, когда я все сказал. Нет. К сожалению, общение, или наоборот, к счастью, заканчивается только тогда, когда я точно понял, что другой человек понял то, что я хотел сказать. Вот именно окончание общения является пониманием другим человеком то, что я хотел до него донести. Способ саморазвития единственный через коммуникацию, через взаимодействие. И развиваясь, мы познаем и создаем друг друга. Казалось бы, что это значит? Давайте представим просто простую вещь. Люди, общаясь друг с другом, каждый раз узнают что-то новое. Каждый раз открывается какая-то грань человека. И мы тем самым, по сути, достраиваем картинку человека в своем сознании. Вот какой-то еще интересный элемент о нем. Вот еще что-то. Все это позволяет нам делать определенный выбор. И вот что важное. Мы подходим к важному моменту. Я хочу, чтобы ты написал себе слово «выбор» на своем листе блокнота. Потому что у тебя сейчас представится возможность проанализировать, какой выбор чаще всего в жизни не делаешь ты. Я думаю, что у человека имеется только два варианта выбора. Возможно, ты бы мог предложить делать, не делать, обещать, не обещать. Возможно, ты прав. Но я говорю о другом выборе. Так как мы живем в контине время, прошлое, настоящее и будущее, то я вижу, что у человека имеется два выбора. Первый – сделать выбор в пользу своего прошлого. А второй выбор – сделать выбор в пользу своего будущего. Что значит сделать выбор в пользу своего прошлого? Давайте посмотрим. Выбор – это всегда последствия. Казалось бы, такой простой психологический инструмент, как выбор сделать то или это, поступить так или иначе, принять это решение или то, на самом деле внутри себя несет очень-очень много составляющих. Итак, выбор – это последствия. Как я уже сказал, мы живем в настоящем. Но чтобы это настоящее было безопасным, нам нужен опыт нашего прошлого. Да, это классно, но если я всегда буду делать все то, что я делал в прошлом, в текущем настоящем, то, скорее всего, эта конструкция – прошлое, настоящее, настоящее – прошлое, прошлое, настоящее – приведут меня к такому же будущему. То есть, мое будущее в рамках настоящего, которое я полностью копирую из прошлого, будет таким же. То есть, я по большому счету могу предположить, каким будет твое будущее, если живешь в этой парадигме. Но я тебе сегодня предлагаю подумать о том, что было бы, если бы ты смог сделать выбор в пользу своего будущего. Схема та же самая, но в какой-то момент ты меняешь свое отношение к реальности, ты отказываешься от своих стереотипов или заменяешь их другими и у тебя появляется возможность создать новое будущее. Так вот, именно это новое будущее и будет определять то, каким ты есть, то, где ты сейчас определила твое прошлое. А то, где ты окажешься через некоторое время определить твое настоящее в отношении твоих стереотипов или ты по-прежнему будешь делать все, что ты делал и оставишь все как есть или ты попробуешь делать что-то иначе, что-то по-другому, возможно с другим отношением для того, чтобы получить себе новое будущее. Именно выбор будет определять твое развитие. Но выбор это не слова. Выбор это даже не обещание, написанное на бумаге. Выбор это сдержанное слово. Выбор это реализованное обещание. Выбор проявляется в твоих действиях. То, что ты делаешь, то для тебя и важно. А что ты не делаешь, не является для тебя важным. Поэтому ты можешь очень легко посмотреть на мир вокруг себя и ты поймешь. Если ты что-то делаешь, значит это для тебя имеет значение. Выбор и важно два ключевых слова, которые я хочу, чтобы ты вынес с нашего вебинара. Но теперь вопрос. Ты знаешь, что такое выбор в пользу прошлого и выбор в пользу будущего? А какой выбор делаешь ты чаще всего? Напиши на своем листке. У тебя первое было, зачем ты здесь, второе, какой выбор ты делаешь. Отлично. А теперь мы сделаем небольшое упражнение, оно тоже важно для тебя, тоже в твоем, на твоем листке. Итак, человек, который заинтересован в вашем успехе. Подумай о ком-нибудь, кто действительно заинтересован в том, чтобы у тебя было все хорошо. И не просто все хорошо, а чтобы ты в жизни развивался. Подумай о том, кто бы это мог быть и напиши его имя. А теперь подумай, а что бы этот человек пожелал мне на моем пути моего развития? Что этот человек желает мне на пути моего развития? Я работаю с тобой так же, как и ты. Две-три причины давай напишем. Первое, что мне пришло в голову, это иметь фокус в развитии. Второе, реализовывать задуманное. И третье, доводить до конца. Выберь из этого пожелания, из этих пожеланий, которые ты думаешь, этот человек тебе бы пожелал. Самое важное, я думаю, для себя выбираю иметь фокус. Обвожу красным и буду держать. Смотри, какая важная вещь. У тебя получилось, первое, есть ответ на вопрос, зачем ты здесь. А второе, у тебя есть задача, какая-то важная пожелание. Они, безусловно, очень близки. Потому что, выбирая то, что для тебя важно, ты опирался на тот выбор твой, зачем ты здесь. Ну что ж, саморазвитие, это, конечно же, новые знания. И не только знания, это новый опыт, новые ощущения, новые представления. Это все то, что даст тебе другую интерпретацию взамен той, которая у тебя была. Теперь вопрос. Ведь это вебинар для того, чтобы ты работал. Третье. Какие знания ты хочешь приобрести? Напиши отрасль, большой кусок, например, там, не знаю, программирование, английский, менеджмент, знания в области бизнеса или что-то еще. Напиши вот эту вот отрасль, которую ты хочешь в себе развить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok